Продолжение следует... 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 отметил, что Аральский кризис стал одним из самых крупных экологических катастроф в истории человечества. Ежегодно, с высушившего льна Аральского моря, ведра не поднимаются до 80 миллионов тонн ядовитых солей. Основным путем поступления экотоксикации в организм является медицинский миграционный путь. По данным ВОЗ, около 1 миллиарда человек подвергается воздействию загрязнению воздуха окружающей среды. По экспертным оценкам, 42% медико-социальных потерь от ХОПЛ могут быть отнесены к причине экологических рисков, а от респираторных инфекций в верхних дыхательных путей в развивающих странах 24%. В Лозунг в 2005 году на территории региона Приорали определено, что среднегодовые концентрации уровня многодисперсно-взвешенных частиц составили более 35 миллиграмм на метр кубический. Приведенные ранее исследования на территории Приорали показали, что среди нотологических форм и групп болезней одним из наиболее распространенных заболеваний является заболевание органов дыхания. Следовательно, экспериментальное изучение воздействия сольплогрового аэрозоля райского моря на органы дыхания является актуальной темой проблемы. Цель исследования – изучить влияние сольплогрового аэрозоля Аральского моря на состоянии метаболических и иммунологических процессов обменом неклеточных нуклеиновых кислот и патоморфологию органов дыхания в эксперименте. Задача исследования. Первая – провести анализ заболеваний с болезнью органов дыхания в населении Приорали в зависимости от зоны экологического бедствия. Изучить патоморфологию состояния органов дыхания в эксперименте сольплогровыми аэрозолами Аральского моря. Выявить основные иммунологические закономерности состояния перекисного окисления липидов, антиоксидантных щиток и уровня кислотов в крови у крыс при воздействии соли полевыми аэрозолями Аральского моря. Оценить содержание циркулирующих глюклиных кислот и соотношение отдельных фракций гисновых белков в крови экспериментальных животных при воздействии соли полевыми аэрозолями Аральского моря. Научная новизна. Основными впервые проведено комплексное экспериментальное исследование популярных клеточных ответов и патоморфологии органов дыхания при длительной экспозиции соли полевого аэрозоля Аральского моря. Впервые установлено, что хроническое воздействие соли полевого аэрозоля Аральского моря в крови экспериментальных животных индуцирует активацию перекисного окисления липидов, характеризующихся увеличением вторичных гидритичных продуктов. Инактивация ферментов антиоксидантной защиты и оксидозота способствует уменьшению общего содержания теглифоцитов и оксидозота. Техилопер при незначительном увеличении цитотоксических липоцитов и сопровождался увеличением тегликина 6. Отмечалось повышение содержания гидритичных 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 кислот при росте H1, H2, H2, H3, H4 фракций гистонных углубков. При хроническом воздействии соли полевого аэрозоля Аральского моря в лёгких экспериментальных животных развивается процесс корректизующей лимфоидной фильтрации интерстиции с формированием лимфоидной гранулёв и гиперплазийного ассоциированной лимфоидной ткани, перебрахиальных, переваскулярных зон и в просветах обелёв, альвеол, примелялся эксудат с примечением лимфоцитов и десквамированных альвеоцитов. Основные положения. Основные положения. Основные положения. Основные положения. Основными положения. Основные положения. Основные положения. Основные�зителя. Основных решения. зон приоралия. Ретроспективный анализ уровня заболеваемости населения по классу болезни органов дыхания с 1991 по 2016 год по среднем многолетним показателям 10 класса болезни органов дыхания. Карты обследованных территорий представлены на слайде. Районы приоралия распределены по зонам экологической напряженности. Зона катастрофы Аральский и Казалинский районы Казалинской области, Шалкарский район Активистской области. Зона кризиса – Жалкарский, Камашинский, Щилийский районы Казалинской области. Для сравнения, в качестве контрольного района был выбран Жалкарский район Казалинской области. Второй этап. Объектами экспериментального исследования служили беспородные лабораторные крысы с изначально весом 180-200 грамм. В исследование были включены 74 белых беспородных крыс. 60 крыс составили опытные группы, 14 крыс – контрольную группу. Животные опытные группы были разделены на три группы. Первая – опытные с инъекционной затравкой в течение 60-ти суток. Вторая – опытная группа затравка полисолевой аэрозоль в течение 120 дней. Третья группа – восстановление, в которой животные получали затравку в течение 120 дней при восстановлении в течение 30 дней без ингаляции. В течение месяца после окончания затравки находились под наблюдением на общевой амбрационе. Исследованы на следующий показатель. Фотоморфологические исследования легких экспериментальных животных проводили сравнение со структурной и легочной тканей контрольной группой. Состояние липоперекисного каскада характеризовали по уровню его первичных, вторичных и конечных продуктов. Диэновых конъюгантов, кетодиэнов, суммарных первичных, вторичных продуктов, малонного дельбегида, основания шифа. Антиоксиданты системы оценили по активности каталаза, аденатиндезаминаза и глутатиндерексидаза. Состояние действительного стресса в биологических жидкостях проводилось определение ксидозота. Для иммунологического исследования в качестве основных показателей, отражающихся в состоянии иммунной системы, были выбраны показатели базового клеточного иммунитета. Содержание общей Т-лифоциты, Т-хелкеры, цепки токсических лимфоцитов и интелликин-6. Изучил характер изменений неклеточных циркулирующих нуклеиновых кислор, неклеточного МКДНК, фракций гистонов в крови. Проводилась ингаляционная затравка. Оценка среднем многолетних показателей первичной заболеваемости по классу болезней органов дыхания приорали. В 1991-2003 и в 2004-2016 годах установлено, что у взрослого населения отмечалось повышение среднем многолетних данных в зоне катастрофы на 4%, в зоне кризиса снижение на 1,3%. Среднем многолетних показателей первичной заболеваемости в классе заболеваний дыхательной системы в 2004-2016 годах в зоне катастрофы, в зоне кризиса приорали, выше показателей в зоне контроля на 17,2 и 80,8%. Анализ заболеваемости респираторной системы по районам указывает, что наибольшая заболеваемость наблюдается в Аральском районе Казародинской области, который находится в непосредственном близости с Аральским морем. Ингаляционная экспозиция соль полевого аэрозоля в течение 60 дней привело к активации процессов перексидации липидов, увеличению первичных критичных продуктов, диеновых кондиватов в 2,75 раз суммарных первичных продуктов и шифовых оснований в 5 раз. Изменение профиля антиоксидантной защиты повышался уровень гутатион-перексидазы, снижалась активность каталаза, также отмечался рост аденозин-дизаминаза в 2,3 раза, повышение кровооспалительного цитокина-дальвикина в 4 раза, некоторым увеличением неклеточных плеиновых кислот, неклеточных РНК на 64-68%, метроостворимых фракций в 3,8 раза и повышению H1 и H2B в фракции кистоновых белков. Проведенный коррекционный анализ указывает на напряжение процессов кислительного метаболизма этой клеточной развинаемой цвета в ответ на двухмесячную экспозицию соли полевого аэрозоля экспериментальным животным. На слайде в первом ряду представлена группа контроля, на которой отмечена сохранность воздушно-силигочной фаренхимы, межвеолярные перегородки, тонкие с тонкостерными капиллярами, процесс бронхов разного калибра и респираторный бронхиол округлых форм. Второй ряд – это патомофагические исследования группы опыта 1. Выявило, что в бронхов крупного калибра 1-2 порядка наблюдается значительное расширение зоны диффузной лимфоидной инфильтрации всех слоев стенки с формированием выраженных лимфоидных фолликул без центров размножения, что приводило к уменьшению просвета бронхов, которые были спазмированы. Вторая группа – хроническое воздействие в течение 120 дней. Соль полевого аэрозоля в крови с монетами животных вызвала усиление процесса перекисного кисления гибидов. Достоверно повышали содержание диеновых кондюгатов 3,6 раз, кетодиенов 1,7 раз, молонодельбегидов 3,6 раз шиповых оснований в 7 раз, снижалась активность каталаза в 2,1 раз, аденозинодоминаза в 6 раз при повышении активности глупотон-белексидаза на 40%. Также улучшение общего числа содержания ди-лимфоцитов в 17,3 раз с увеличением цитопоксических лимфоцитов и возрос иммунорегуляторный индекс, что сопровождалось увеличением в 3,5 раз содержания эндовекина 6. Увеличение циркулирующих неклеточных лимфоцитов на 51-54%, фракции гистоновых белков на 31-38%. Анализ коллекционной связи в данной группе показал активацию продуктов перекисного кисления липидов, антиоксидантов, защитового киси азота, неклеточных лимфоцитов и фракций гистоновых белков. В легких экспериментальных животных определяется лимфоидная структура по типу лимфоидной инфестрации, сформирование лимфоидных гранулем и гидроплазии в ромкоассоциированной лимфоидной ткани и развитие продуктивного маскулита и лимфоидной инфильтраты от защиты межуалярных перегородов, что сопровождалось их утолщением, промированием пневмофиброза и сокрового лёгкого. В процессе восстановления после эксперимента установлено снижение процессов перекисного кисления липидов, ориентированное снижение содержания молономодальдегида, шифрых издаваний на 57%, но данные показатели были достоверно выше данных группы контроля. Активность антиоксидантной защиты повышалась. Показатели каталаза и глутатём гироксидата увеличились в 41-44%. Некоторые повышения т-лимфоцитов, т-супрессоров, понижения т-киллеров и ниталекинов-6, но показатели цитокинов были выше контрольных данных на 36,3%. Установлено, что начинается первым организоваться индекс CD4 и CD8 за счёт некоторого снижения цитатоксических лимфоцитов. Снижение кислотеросфоримов пришествии ниталекиновых кислот на 37%. Неклеточных ниталекиновых кислот и резко доградация показателей фракции гистонного белка в 2-3 раза, ниже значение контроля. Проведён операционный анализ показал, что в группе восстановления активизированы процессы антиоксидантной защиты иммунного ответа и неклеточных ниталекиновых кислот. В данной группе выявлены морфологические изменения характеризовались формированием полей пневмофиброза в виде хаотического разрастания другого логистой среди ткани. В зоне пневмофиброза выявлялись склерозированные сосуды с выраженной лимфоидной инфильтрацией перевоскулярных зон, диффузной лимфоидной инфильтрацией стенки броха в виде широких полей, ведущей каптурацией их просветок с обмированием множественных баранхиалоспазмов. Для установления общей тенденции взаимосвязи всех исследуемых параметров проведён единый традиционный анализ показателей на этапах экспозиции 60-дневной и 120-дневной. Установлена система, образующая параметры это деновые коньюгаты, суммарно-вторичные и шифовые основания, также оксид азот, глутатион, перексидация и каталазов. Все показатели именового статуса, неклеточные инфлюиновые и фракции бистонов. Рост продуктов перексидации липидов имеет высокую степень корреляции с фигментами антиоксидантной защиты. Окись азота выявляет тесную-сильную связь с зенными коньюгатами, шифовыми основаниями, сетю 8 и в неклеточном рНК. Аналогично сильные тесные связи определены в хамперов-т-супрессорах, зенными коньюгатами, шифовыми основаниями, оксид азот каталаза, циркулирующей моряка и фракции гистоновых белков. Следовательно, все изученные показатели взаимосвязаны и играют в большие значения в развитии каталогических процессов в организме и морфологические изменения в трехе в архиальных деревья и легочной ткани при воздействии солепулевого аэрозоля Аральского моря. Таким образом, экспериментальные исследования показали, что хроническое воздействие солепулевого аэрозоля Аральского моря способствует усилению окисительного метаболизма с ростом катаболитов, перекисного окисления липидов, с дисбалансом антиоксидантной защиты, что ведет к повреждению мембран клеток и росту внеклеточных нуклеиновых тислот. Приводит к развитию депрессии деклеточного иммунитета, повышение экспрессии воспалительного цитокина антиплюкин-6 и патоморфологические изменения в ромко-легочной системе характеризуются массивной реактивной лимфоидной гиперплазией с преимуществом увеличения процесса перстития легких перевоскулярных и перебронхиальных зон. Выводы и практические рекомендации разрешите не зачитывать, они указаны на структуру. Благодарю за внимание. Спасибо, Елена Атигеновна. Пожалуйста, пожалуйста, вопросы. Елена Атигеновна, у меня несколько вопросов. Первый вопрос по эксперименту. Первый вопрос по эксперименту. Скажите, пожалуйста, почему вы взяли месяц отдыха или месяц восстановления? Это первый вопрос. Не два, не три, а именно месяц. Второй вопрос. Скажите, пожалуйста, с какой целью вы определяли гистоновые белки? С какой целью вы определяли гистоновые белки? Иммуноплазм и кровь. Саписали? Третий вопрос. Скажите, пожалуйста, почему вы и в выводах, и в научной новизме утверждаете, что вы впервые установили активацию перекисного окисления под действием белевого аэрозоля Аральского моря? Такие исследования проводились неоднократно. Они проводились в 90-е годы, в 2000-е годы. Если брать вот это исследование, в рамках чего вы выполняли работу, то есть работы по приближению Сараконтанова, Берега Жукеновича, опубликованы до того, как и также утверждается, или описаны изменения кислительного метаболизма. То есть, почему вы приписали себе честь быть первооткрывателями вот этого вопроса. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Первый — это почему было в эксперименте выбрано 30-дневное восстановление. Согласно научно-методетической литературе о хроническом влиянии на организм соль болевого аэрозоля, в течение 4 месяцев эксперимента считается, что это будет у нас хроническая форма. Сроки 2 месяца или 60 дней, она определяется как адаптивная. В последующем, чтобы изучить именно отдаленные сроки после 120 дней, мы даем перерыв 30 дней, что 1 месяц, он по отношению к населению, появляется 2 года. Поэтому мы можем посмотреть в условиях после 30-дневного общего главного отдыха, мы посмотрим пролонгированные отдаленные результаты, можем выявить. По второму вопросу, по поводу гистонных учебников. Почему мы их уявляли в плазме крови, почему мы решили их исследовать? Вообще, по научным данным, литературным, одно сейчас из самых интересных и изучаемых сейчас исследований, это являются как не клеточные ДНК РНК, а также гистоновые белки. Они могут показывать, то есть их увеличение, это является результатом пактоза. То есть мы можем увидеть, что идет влияние фактора, окружающего именно солеполевого воздействия хронического, что в последующем показывает также одно из главных его ценностей, это влияние на эдотелий сосудов, что он увеличивает проницаемость, тем самым нарушается мембрана клетки. И также он идет одним из разрушителей, то есть его нормальное действие, это идет соединение всех нитей ДНК в одно, при его распаде, выходе в млеклеточное пространство, он разрушает, то есть имеет обратное действие. Очень много было исследований проведено вообще в связи с исследованием Аральского моря, это была очень большая программа НТП по комплексной подходе в управлении состояния здоровья населения при Арале. В основном все работы были связаны с медико-социальными исследования, то есть гигиенические факторы были смотрелись. Мы не говорим, что мы впервые изучили перекисное искисление липидов, мы хотели указать на то, что мы подошли комплексно, что мы посмотрели влияние перекисного искисления на антиоксидантную защиту, на то, как идет впоследствии появление в млеклеточных муклиновых кислот, что происходит с трехлеточным иммунитетом. Именно наша концепция, наша работа стояла в том, что это был комплексный подход. В данном случае я просто не согласна с Вами относительно оценки гистоновых белков. Почему? Их, конечно, можно определять. Гистоновые белки определяются в очень тяжелых состояниях, например, при сепчисе. Гистоновые белки высвобождаются далеко не к результате попроза, и такое должен быть, а попроз, чтобы они высвободились. Они чрезвычайно токсичны по отношению к... Именно слабо токсичного употребляется в литературе по отношению к антиоксидантным эффектам и вообще вызывают деструкцию антиоксидантов. Это раз. И второе. Они вызывают еще коагуляцию именно утрисосудистой и свертываемой крови. Поэтому увеличение в эксперименте, если оно на самом деле такое, как у нас есть. Это вообще является... Это новое, я согласна, кто-то, наверное, объясняет, это новизание семейное стабильное стабильное. Это очень негативные последствия действия аэрозоли. Вот так как Вы объяснили, почему Вы это все-таки решили определить, меня это не только вредило. Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Да, Латвейна. Дорожая Аминатикина, у меня несколько вопросов. Первый касается иммунологических моментов. Были ли работы, которые изучали одновременно иммунологические показатели, морфологические? Есть ли какая-то связь? Была ли установлена ранее? Почему выбор именно этих пяти иммунокомпетентных показателей был выбран Вами? Из большого количества иммунологических маркеров. И еще, это в отношении модели экспериментальной. Это Ваша модель или известная? Спасибо. Были ли проведены такие же работы? Одной из ярких работ, Хотелось бы сказать, что таких работ проведено не было. Были проведены одни из таких ярких, связанных с нами. Это было заболевание вершних дыхательных путей у детей. Но не было потом орфологии. Это был иммунологический статус, смотрели неэкспериментальный. Проведил его куломбетов. Также была работа Черешкевича. Он смотрел также по медико-социальные признаки. Было очень много работ по онкологии. Это рак легких, Жапарова. И также смотрел Толли Таев по онкологии пищеварения. Одна из больших, это заболеваемость. В основном изучали заболеваемость эпидемиологически. И Аль Назарова также изучала онкологию пищеварения. Почему были выбраны именно эти показатели? Потому что, учитывая тот факт, что по ранее приведенным исследованиям именно воздействия различных видов пыли, факторов окружающих, таких как, ну, экоцидантов, они выявляли нарушения кислотной диструкции липидов и антиоксидантной защиты. И выявлялись уже ранее. Поэтому в настоящее время одним из дискутируемых направлений именно вот развития процессов циркулирующих вне клеточной простанции нюклиниевых кислот. Они связаны с пылью, изучены именно с солью пылевыми, а райском море, не было изучено. Так как мы знаем, что при убранной пыли почти механизм, патология, она чем-то схожа на наше. Но там при убранной пыли, допустим, были повышения, шло первичных, первичного перекисления, первичных катаболитов. Там шло повышение в основном диэновых конъюгатов и кетодионов. У нас же идет повышение больше шиповых оснований и минералонового дельтегида. Также чаще изучались каталазы и СОД, супероксидазон. У нас же... Ой, я прощаюсь. Мы же посмотрели глутатеноксидазу как третью линию, что происходит с ее активацией. По поводу модели. Модель эксперимента, сама инкубационная камера, она была... Сам метод, он шел по... То есть это также была ранее создана модель по модификации Борисова. И мы просто исследовали именно солеполевую аэрозоль аральского моря, с одного высохшего. Мы брали именно вот этот, смотрели комплекс. До этого таких изучений не было. Связанных именно с солеполевой аэрозолью. Все-таки проэмологические показатели. Почему были выбраны эти? Ну, например, аэротроликин-6. Почему? Это про воспалительный цитокин. Изучив данные литературы, мы выявили, что он один из наиболее ярких показателей про воспалительного процесса. Поэтому одним из факторов было, что мы посмотрели, что он ярко должен быть показателем. Поэтому и также здесь есть вопрос экономических соображений. Чтобы мы могли точно показать, что будет воспаление, мы решили выбрать какие-то и счастья. Спасибо. Именно его роль велика в травматическом повреждении и при ожогах. Поэтому верно выбрать. Спасибо. Пожалуйста, Игорь Натанович. Уважаемая Анна Утилиевна, у меня вот два вопроса. Первый вопрос по поводу задачи номер один и вывода из этой задачи. То есть, как бы при анализе динамики по тексту установлено, что в зоне катастрофы и кризис с обливаемым свободным отдыханием выше показателей зоны контроля. Это ваша как-то новизна, получилось? Это первый вопрос. И второй вопрос по поводу аэрозоля. аэрозоль вы брали со дна, как здесь написано, со дна Аральцева моря. Откуда конкретно это было? Потому что аппарат из двух источников, как мы питался помударя, садаря, правильно? Химический состав этих рек был разным. Все насадки должны быть разные. Откуда вы брали? Аэрозоль если у вас несколько видов аэрозолика, то игру должно было быть несколько помолит. Спасибо. Вопросы по заданию иерогим. Так как заболеваемость органов дыхания на территории перераре изучалась ранее, мы впервые изучили именно первичную заболеваемость по зонам экологического бедствия и показали сравнение с контролем. Это был первым этапом для обоснования последующих экспериментов. Почему мы его не включили в выводы? Потому что очень много было проведено исследований. Но мы хотели показать, что здесь важность именно зоны катастрофы, что там заболеваемость повышена. И мы связали это с зоной контроля Женаркинский район, поселок Катусу. Почему был выбран в сравнении? Потому что они находятся на одной широте. Это там 46-48, здесь 45-48. Поэтому можно сказать, что одни климатические условия есть. Но при этом других Женаркинском районе, других каких-то факторов окружающих среди не существует. Их нет. Поэтому эту задачу мы выбрали для того, чтобы обосновать именно последующие экспериментальные. по поводу второго вопроса, это как бралась соль. Мы выбрали здесь города Аральск, потому что он является одним из самых эпицентров зоны катастрофы. т.е. Получается, был забор, затем этот забор был исследован, и только этим создан затем исследован состав, затем этим же солеполевой аэрозолем были все три группы за травкой операционным путем приведено. Т.е. другими словами, если Вы с любого места дна Аральского моря возьмете, у Вас будет точно такой же образователь? Я правильно понял? По данным литературы было очень много изучено уже составов, были изучены и питьевая вода, и брались другие эксперименты, но они делались с точки зрения гены, экологическими институтами проводились исследования, поэтому утверждать, что везде один состав я не могу, но данный состав, который Вы взяли, он был один для всех групп. Это в Вашем эксперименте? Да, в нашем эксперименте. Александр Евгеньевич, пожалуйста. Уважаемая Валина Евгеньевна, значит, у меня такой близкий вопрос. Какие методы Вы использовали при изучении заболеваемости? Как вообще Вы оценивали заболеваемости? Вы анализировали первичный материал с 1991 по 2016 год? Вы анализировали отчеты статистические по этим? Или Вы анализировали публикации? Вы говорите, что изучили динамику. Есть ли какая-то была была ли замечена положительная динамика в заболеваемости или болезненности? Кстати, болезненность Вы изучали или нет? Или только заболеваемости? Была ли выяснила какая-то положительная динамика? Ведь в Эйфе программу Аральского моря вбуханы несчетные миллиарды. Ваша работа могла бы выяснить их эффективность такого вложения? Поэтому вот этот вопрос. Итак, какие методы использовали? Изучалась ли болезненность? Как проходила динамика заболеваемости в этом случае? И есть ли какие-то положительные тенденции? Следующий вопрос. А для чего собственно мы изучали? Я прочитал. Но смысл проведения такой проблемы. Проблема известна. Метод ее решение известен. Убрать оттуда народ и все это. Зона объявлен кризисная. Зачем изучать? Какой смысл? Что вы привносите в новую общество своей диссертации? Спасибо. Народ не играется. Подершение вы задали. Давайте доден слово. Для исследования первого этапа мы использовали данные. Это были данные Республиканского Центра Электронного Здравоохранения. Мы брали по МКБ-10 класс 10 именно болезненные органы дыхания. Второе это была форма 12 отчетности по первичной медико-социальной помощи. И также мы брали департамент экологических отчетностей Казарлининской области. Эти данные были проанализированы и мы указали по экологическим зонам. Уточним еще. А была ли разница? Вы сравнивали три источника на один и тот же предмет. Была ли разница в статистических показать? Нет, разницы не было. Единственное, более тщательный анализ проходил именно с 2020 года, когда шла программа большая по НТП и было более тщательно исследовано. Так как шла большая программа, там шла программа того, что выезжали на все поселки близлежащие как первичные медико-социальные. Это были они назывались вагончики здоровья. И мы еще сравнили с нашей зоной, потому что здесь в Анаркинской области был поезд здоровья самого ТП застан по программе, поэтому была возможность сравнения также по этим же данным. В гимнамике мы специально указали среднее многолетнее для того, чтобы показать есть динамика изменений. К сожалению, идет увеличение в зоне катастрофы, увеличение заболеваемости, но при этом в зоне кризиса идет небольшое снижение. Но при этом по сравнению с контрольной группой все равно во много раз выше заболеваемость. А Вы публиковали эти данные? Вот эти данные? Да, эти данные были публикованы. В задаче нашего исследования классификации по именно заболеваемости не было, не входило в наши задачи. Но в ходе работы мы смотрели и на первое место вышел хобл, затем аллергические линиты и явные были. Вы знаете, хотелось бы запомнить наши... Опол, а какая заболеваемость с облом? Вы не можете привести цифру в этом районе? Около 47% заболеваемости заболеваемости не процентов. К сожалению, но это есть в работе. В работе нет, в работе мы эти данные не указывали, потому что она не входила в задачи нашей исследования. Наши полученные данные в ходе эксперимента имеют значимость. Это информативный комплекс он может являться предиктором развития заболеваний, может быть рекомендован для ранней диагностики нарушения здоровья населения приорали. И также полученные результаты исследований являются основной для разработки программы профилактических мероприятий развития заболеваний населения приорали. Так как таких исследований именно на легкие, потому что даже данные ВОЗ дают, что в мировой практике заболеваний органов дыхания выходят в второе место. Поэтому мы решили, что это очень важно изучить, какое же влияние имеет солиполевой анзоль именно на органы дыхания. На все вопросы ответили. Не забывайте. Хорошо, возьмите мелочи. Как вам говорите, так слышно. если вы будете громко говорить о вопросе. Уважаемая Анатегеновна, скажите, вы на аннотацию ссылаетесь на две научно-исследовательские программы, которые проводились в университете. Но, к сожалению, тут не указаны годы. Можете сказать, в каком году начаты, в каком году завершены эти две исследования? И второй вопрос, а в чем заключалось ваше участие в этих НТП? Третий вопрос, мне просто интересно, как затравка проводилась в этой камере, то есть это было круглосуточное или в течение дня какое-то время там крысы находились? Следующий вопрос, были ли случаи смерти крыс до завершения эксперимента, если были, то какова причина смерти этих крыс? Следующий вопрос, вот очень много посвящено работ тому, что соль аральского моля, она содержит не только саму соль, но и пестициды, которые туда приносятся с реками с орошаемых полей. Определялись ли пестициды, вот вы говорили о том, что определялся химический состав, соответствовал как-то пестицидам и все-таки по вашему мнению это влияние на органы дыхания оказывает просто пыль и соль или эти химические вещества привнесенные, то есть имеется ввиду искусственно созданного человека пестициды. И вот последний вопрос, пятый вывод у вас это предложенная рабочая гипотеза. вот все-таки это утверждение ваше или это вопрос то есть в выводе эта точка стоит или это вопрос будущему поколению то есть предложенная рабочая гипотеза. Она решена вам заказана или это какие-либо вопросы. Спасибо. В университете были проведены большая научно-техническая программа. Она проводилась с 2004 к 2014 годам. И также параллельно шла большая работа в Национальном центре генограда профессиональных заболеваний. была возрастная программа. Она также проходила с 2004 по 2016 годам. Мое участие в научно-технической программе это было проведение самого то есть первый этап это мы брали данные затем анализ статистическая обработка второе это было вторым этапом это проведение ингаляционной затравки хронической ингаляционной затравки с солеполевой аэрозоли Аральского моря. Она проводилась в биваре Карабинского государства Луисовского университета и проводилась она согласно методическим рекомендациям Сановского условия были общебиварными вот вы говорили по поводу того как они содержались и как была произведена затравка затравка проводилась в течение 5 дней 4 часа в течение 4 часов были подразделены на группы и находились на общебиварном режиме по поводу условий затравки животных они соответствовали ГОСТу 12.1007 доза затравки рассчитывалась согласно приказу Министерства РК 28 февраля 2015 это подтверждение гигиенических нормативов к односветному воздуху городских сельских населенных пунктов концентрация пыли солевой аэрозоли в камере на протяжении всего эксперимента она исследовалась концентрация пыли прима 0.1 это научно-аналитический измеритель все крысы выжили да в нашем эксперименте все крысы выжили все дошли по поводу состава химического вот здесь указан состав это то что нам дал наш есть центр геотехнический центр они исследовали состав по поводу пестицидов в нашем составе они были но в маленьком количестве так как уже давно эти воды не используются для агропромышленного орошения то есть изначально до 90-х годов оно шло очень активное использование в агропромышленной и было очень большое также мы читали работы исследовательские что по пестицидам в ДТА были очень большие исследования проведены ученными Голландии и также Японии со стороны они были пройдены Дашкистана но там где мы брали забор пестициды выявили и вот насчет пятого вопроса это по поводу рабочей гипотезы мы ее предоставили и по нашему мнению наша рабочая гипотеза она доказана то есть это доказан мы должны доказать не дали данные которые мы можем мобилировать и сказать что данная рабочая гипотеза она доказана это уже когда не гипотеза теория у меня уточнение по эксперименту Аминаюти Генна Вы тут пишете что измельчали мелкодисперсную аэрозоль эту гулю ну в аэрозоле измельчить нельзя вы просто гомогенат делали аэрозоль вы получали уже в самой калии а почему вы измельчали до 5 микрограмм массы вы не использовали нативную вот эту собранную вами потому что когда ветер дует он как бы поднимает в аэрозоль далеко не весь состав вашего притонного этого вот таких экспериментов не приходило в голову что нужно было сравнить не все измельчать до 5 микрограмм а взять нативную вот эту осадочную породу и посмотреть не было а в литературе описано аналоги то есть кто-то изучал как они изучали именно так же или были варианты мы смотрели на основании других научных экспериментов связаны с угольной пылью с бурой то есть с тяжелыми металлами мы смотрели сравнение их патогенез как у них проходил эксперимент и решили выявить что и решили показать что почему мы добились именно 5 микрограмм потому что наша консистрация составляла 0,15 микрограмм на метр кубический и для того чтобы вдыхаемая вот эта пыль для лабораторных животных могла пройти их для более глубокого проникновения мы использовали именно такой размер для того чтобы увидеть более четкие показатели в эксперименте а все-таки еще я понял да у меня все-таки вопрос откуда доготырны соли полевые аэрозоли и насколько та аэрозоль которую вы получили она соответствует природной аэрозоли и все равно есть учитывая что это все-таки водный то есть это водный регион озера то можно сказать что идет испарение и это испарение смешиваясь с пылью поднимаемой с Одноарайского моря оно дает как можно сказать как подобие соли полевой аэрозоли то есть мы попытались создать более модель схожую с тем климатом потому что учитывая что это все-таки было одной из четвертых его название морем и оно было четвертым озером в мире поэтому можно сказать что там все-таки присутствует не морское более высокая влажность вот что я хотел сказать ну просто вот судя по сосна это соль а так да других элементов не видим 81% сульфат натрия хлорид натрия то есть это соль а вы еще чего за счет диоксида кремния оставшийся вот химический стак входили диоксид кремния 3% состав сольфолевого комплекса пошла масса основная масса была сульфат натрия 14% хлорид натрия и состав сульфолевого комплекса входили диоксид кремния 3% фосфат и наводной вытяжки это было 2% это уже была та ваша модель которая была цель у вас был господин уважаемый Алина Учигеновна у меня 5 вопросов первый вопрос по модели все таки в чем смысл проведения модели когда есть натуральный эксперимент который проводит сама природа и проведение так скажем перспективного исследования это было бы более научно не кажется ли это узко и столько сил и средств потеряно времени второй вопрос вы показываете по диссертационной работе смертность и заболеваемость и болезнь органов дыхания занимает 6 место насколько тогда актуален сам вопрос или в настоящее время или вот этим данным третий вопрос вы пишете что период восстановления 1 месяц после соли полевого воздействия то есть это не так страшно если восстановление в течение месяца после длительного тем более и два вопроса они друг в другом связаны но все-таки в предыдущем как бы продолжении вопросы задавали в чем все-таки новизна вашего исследования и практическая значимость ну и что не имеется ввиду ну вот сделали работу ну и что дальше что с ним делать иди в результаты уважаемый Павел Николаевич почему мы выбрали именно такую модель проведения это инвекционная затравка для того чтобы мы могли увидеть воздействие полиселевого аэрозоля моря на организм в сперментальных животных и также основным это является патоморфологическое исследование так как натурно у людей мы не можем посмотреть патоморфологию есть возможность увидеть у экспериментальных животных как это все происходит мы поэтому разделили на группу чтобы увидеть этапность первый этап это был у нас получается адаптивный период второй этап это хроническая затравка и третье это восстановительное то есть мы хотели увидеть что же будет предположительно если человек все таки уедет из этого региона будут ли какие-то пролонгированные действия с легкими происходить отсроченные результаты посмотреть на это и мы получили очень хорошие результаты потому что мы увидели что на первом этапе происходит все таки происходит одно из образований в трахеальных слоях это лимфоидный холикул затем уже на втором этапе мы получили по типу инфраструктурной глимонии это мы так называем группа но она появляется получается воспаление мы уже видим образование лимфоидных гранулем мы уже видим воскилиты в перевоскулярных зонах и в пролонгированном уже в сроке восстановления можно я вас да понятно спасибо а разве патоморфологические исследования не были проведены ведь известны вот эти исследования то есть в чем новизна тогда если вы говорите что вы провели патоморфологию изучить по данной литературы мы нашли проведение патоморфологических исследований именно с влиянием солиполевого аэрозоля на органы дыхания есть исследования проведенные в комплексе были изучены также также по НТП, это печень, сперматоген С был изучен, были изучены головной мозг, ЖКТ также были изучены. В ходе НТП мы взяли именно органы дыхания. Органы дыхания именно с воздействием хронической затравки в солидарной аэрозоне изучены не были. По поводу того, почему мы взяли месяц восстановления, как я уже говорила, что это является тем, что мы сможем посмотреть и получить отсрочные результаты. В чем же все-таки новизна? В том, что мы подошли к комплексу, мы посмотрели со стороны иммунологии, со стороны пересного кисления, посмотрели взрывы с реализацией, патоморфологии, посмотрели на каждом этапе, как все-таки происходят изменения, и смогут ли они скалерировать между патологическими изменениями и состоянием как пересного кисления, токсидантной защиты и тельфоцитальной иммунной системы, интерлеким-6. Также основным было изучение это внеклеточных и внутриклеточных РНК, ДНК, так как это является одной сейчас, на данный момент, одной из самых интересных работ. В научной практике мы считаем, что исследование влияния соликолевого аэрозоля и связь с тем, что появляются во внеклеточном пространстве, что они увеличиваются, таких исследований заведено не было. А посмертность и заболеваемость? Мы изучали посмертность и заболеваемость, и по данным мы вышли в абсолютный верный на 6 место. Но есть такие регионы, также экологические, неблагоприятные, связанные с работами кремниевых заводов, с работами угольных шахт и других радиационных фонов. Североказахстанской, предположительно. Конечно, эти зоны, они не могут, они выходят на первое место. На первых местах это Североказахстанская область, Кустанайская, Североказахстанская, Большая. А здесь же по району смотрелся, изолированный. Мы провели с Американской исследованием для того, чтобы дать средний уровень. Динамики, чтобы посмотреть, что происходит. Но мы сделали акцент именно на экологических зонах. То есть мы посмотрели катастрофу и кризиса для сравнения, для того, что есть ли динамика в заболеваемости между этими двумя зонами. То есть выбрали данные по одному району, не по всей области. Одно из этапов мы смотрели по республиканским областям, по 14 областям. Смотрели, как же происходят изменения. Затем мы посмотрели уже узко, более направленно по экологическим зонам бедствия, чтобы определить, есть ли разница в катастрофе, в кризисе. Потому что также приказ 1902 года было решено разделить на экологические зоны. И по смертности заболеваемости, по миграции населения были распределены эти экологические зоны. И мы посмотрели, есть ли на самом деле увеличение заболеваемости в зоне катастрофы. И нашли, что это вот в районе есть, а в области нет. Нет, почему? Именно районы такие, как Казалинский, Аральский, Казалинский, Казалординская области и Шалгарский, Актюбинская области. Это то, что близко, это одно из зоны катастрофы. Мы смотрели, всю область просматривали. И из этого мы выделили, что именно район Аральский, Казалинский и Казалординская области, и также Шалгарский, Актюбинская область. Зоны кризиса к нему относятся это Жалогарский, Казалинский, Казалинский районы, Казалординская области. Это они уже имеют отдаленность. Это зона кризиса. Вас просто спрашивают сейчас. Я вытечняю. Вот по статистике официальной Казалординская область не лидирует по заболеваемости или легочное патологическое обдывание. Но вы-то не всю область, а вы утверждаете, что это лидер. Это же то есть ваше утверждение к районам катастроф, а не ко всей области. Вот и все, чтобы рассказать. Еще вопросы, пожалуйста. Мы делаем биотоксиканты не только по исследованиям Аральского, это биотоксиканты, но и это биотоксиканты. Вот в мире жизни, это зона катастроф, вот экотоксиканты вы назвали вот, соли полевые, ну, по-другому-то биотоксиканты. Вот какое аналогичное исследование, это экотоксикантов на дыхательных пути вы нашли работу. Были такие работы еще в мире? В мире будет непораздо. И если были такие работы, чем они отличаются? Вот первый вопрос. И второй вопрос. Вот каким образом, вот тут вопрос, как сады-генчатки. Каким образом вот не специфические изменения пола, рост и супрессия клеточного иммунитета может быть преддиктором именно заболевания лёгики, органов дыхания? Вы говорите о практическом выводе своей работы, что это может быть преддиктором, каким образом? Да, был изучен и мировая практика. В ходе изучения работы, изучения обзора литературы, мы находили одни из таких работ. Они больше связаны, к сожалению, патомархологию мы не смогли иметь. Они были связаны с медико-гигиенической стороны. Это также находится в Уругвайе. Озеро такое же есть, которое относится к одной из самых больших соленых озер в мире. У него также есть влияние. Но оно не уменьшается в размерах, но его изучили для того, чтобы определить на сколько километров может рассеиваться эта соль. И также мы нашли по нашему Барайскому региону, изучали голландцы, что наша соль, она проходит до Гималайских гор и даже до... находили её в Египте. И это настолько распространено, что они изучали со стороны органов дыхания, были изучены дети в Узбекистане, это проводилось японцами. Но вот по томорфологических исследованиям таких не было проведено, чтобы было именно соль и озёр. Были проведены разные также исследования на органы дыхания, связанные с пылью бурого угля, тяжёлых металлов, не только у нас и в России, но также и за рубежом. Можем ли мы говорить о том, что данный комплекс для развития заболеваний может быть в пределах плеоральной диагностики и нарушения здоровья населения плеоралья? Мы, конечно, понимаем, что для того, чтобы сейчас утверждать такое, мы должны провести натурные исследования. И уже, то есть оно должно пройти все этапы практической рекомендации, для того, чтобы быть уже в основной практической рекомендации. Но хотелось бы показать о том, что мы всё-таки связали, что вот именно такие изменения мы получили, что именно первичные, это вот диеновые груглогаты, кетодиены, и шифовые отставания, и баллоновый диагид, они повышаются и связывают с тем, что включается здесь критичный, у артеоксидаза, защитный ингрессион перексидаза, здесь оно очень сильно повышается. То есть мы хотели бы показать, что наш механизм, он возможен быть предиктором данных заболеваний. Это специфические данные. Это специфические данные. Такие показатели бывают при восстановлении данных. Есть ещё вопросы? Мне ещё задать несколько вопросов. Первый вопрос всё-таки. Что отличает соли, солепылевые аэрозоны Аранского моря, которые позволяют нам находить их и вычленять их по всему земному шару? Чем они отличаются? Чем уж они настолько отличаются от других солей, других морей и океанов? Это первый вопрос. Второй вопрос. Процессы влияния, скажем так, продуктов перекисного окисления, липидов перекисного окисления, пирогов, медиаторов воспаления, они достаточно известны. Чем отличаются всё-таки или не отличаются ваши находки, ваши открытия в отношении развития патологии органов дыхания? И каковы последствия? В вашем выводе 3. Происходит усиление процессов перекисного окисления и так далее. Каковы их последствия? Спасибо. Что же всё-таки отличается полевую соль Аральского моря? В задачу данного исследования не входило выявить отличие соли Аральского моря от солей других регионов, других каких-то. Поэтому мы взяли именно конкретно в этом районе и изучили данную соль. Отличаются без другими работами, проведёнными. Мы получили данные по перекисного окисления и по от оксидантов защиты. Есть небольшие отличия. То есть, допустим, при пыли первыми выходят это будут первыми выйдут при бурой пыли это диеновые конъюгаты и шифовые основания. У нас же это будет на первом месте выходить кетодиены и молоновый дельбегид. Также со стороны будет отец онперексидазы. У нас выходит на первое место она, при бурой пыли выходит всё-таки каталаза. И, ну, хотелось бы отметить, что так же не входило в задачи нашего исследования оценить разницу между патогенезом допустим, тяжёлых металлов и наши сольболевые аэрозоли. И последствия очень интересные данные мы получили по группе восстановления, потому что мы посмотрели параллогированные действия и увидели, что всё-таки идёт изменение со стороны лёгких патоматологических изменений, что остаётся в нём и фиброз, что есть признаки обструкции, что является важным показателем того, что влияние имеет большое влияние сольболевая аэрозоли. Радик в этом случае. Да, тогда да. Хорошо, спасибо. Присаживайтесь, пожалуйста. Слово предоставляется первому официальному лицензенту Шеймарданова Гриева Субботов доктора медицинских наук, руководителя отдела менеджмента научных исследований и центра муслевозовского образования АО Национальный научный медицинский царь. Уважаемый председатель, уважаемый член диссертационного совета, коллеги, приглашу. Позвольте зачитать, представить лицензию на диссертационную работу Газизовой Амины Утигеновны на тему «Влияние соли-буревого аэрозоля Аральского моря на органы дыхания». Экспериментальное исследование представленное на соискании степени доктора PHD по специальности 6D11001-00 медицина. Первое. Актуальность темы исследования и ее связь с общенаучными общегосударственными программами. Диссертационная работа Газизовой Амины Утигеновны посвящена одной из актуальных проблем Казахстана по влиянию соли-буревого аэрозоля Аральского моря на органы дыхания. Напряженная экологическая обстановка сложилась в районе Аральского моря, является крупнейшей экологической катастрофой антропогенного происхождения и отражается на здоровье населения. Экологическая ситуация в районе Приорали по Казалардинской области остается крайне тревожной и сопровождается ухудшением основных показателей здоровья населения, ростом смертности и снижением средней продолжительности жизни. Эль-Назаров в 2009 год, 10 год, пивоваров и соавторов в 2013 год, Мамбетов и соавторов в 2016 год и Янсен в 1998. Объем воды в Аральском море уменьшился на 65%. Засоленность возросла на 33%. Объем соли на дне высохшего моря достиг 114 миллиардов тонн. По подсчетам специалистов, по мере усыхания рама на 1 квадратный метр площади будет оседать около 70 тысяч тонн соли, которая при горях рассеивается на расстояние до 500 километров. Величина солености при Аралье возросла и последние десятилетия на 2,5%. Содержание растворенного кислорода во вдыхаемом воздухе постоянно снижается. Результаты экологических исследований как в России так и за рубежом однозначно свидетельствуют о том, что загрязнение приземной атмосферы самый мощный постоянно действующий фактор воздействия на человека и окружающую среду. У населения при Аралье часто встречались поражения верхних дыхательных путей и лорорганов 51,2%, что закономерно связано с окружающей средой и загрязнением воздушного бассейна при Аралах. Аблазин 2004 год, Терешкевич 2011 год, Мажитова и соавтора 1998 год. Исследователями установлено превышение потери от смертности по причине болезни органов дыхания по региону при Аралье при хроническом заболевании в нижнем дыхательном пути в группе взрослых старше 45 лет. При проведении медицинского обследования населения в регионах при Аралье наиболее часто встречаемой патологии среди патологий органов дыхания были хроническая абстрактивная болезнь легких и бронхиальная астма. Дюссин Баевой соавтора 2016 год и Браевой соавтора 2016 год. Анализ литературы показал, что в данном регионе проведено достаточно много исследований по мониторингу экологических факторов, изучению заболеваемости по классам заболеваний нозология, но не проводились фундаментальные экспериментальные исследования, которые могли бы отразить патогенетические механизмы влияния экологических факторов. Таким образом, актуальность, представленная на лицензию диссертации на тему влияния соли пулевого аэрозоля аральского боли на органы дыхания не вызывает сомнения. Диссертационная работа выполнялась в Карагандинском государственном медицинском университете в рамках программы целевой научно-седской работы комплексные подходы в управлении и состоянием здоровья населения второй раздел «Научные результаты в рамках требований к диссертациям». Представленная диссертационная работа газизовой «Влияние соли пулевого аэрозоля аральского моря на органы дыхания и экспериментальное исследование» представляет собой законченный научно-квалифицированный труд по решению актуальной проблемы фундаментальной медицины по изучению особенностей молекулярно-клеточных системных механизмов и патоморфологии органов дыхания в реализации неблагоприятного воздействия соли пулевого аэрозоля с Аднарольского моря. Данное исследование проходило два этапа. В ходе эпидемического исследования была проведена оценка заболеваемости населения приоралии и района, входящих в зоны экологической катастрофы и кризиса в сравнении с зоной контроля. Вторая часть включает проведение эксперимента по ингаляционному влиянию соли пулевого аэрозоля с Аднарольского моря на лабораторных животных. Проведено изучение состояния перекисного окисления липидов, антиоксидантной защиты, уровня оксида азота, иммунологических показателей, циркулирующих нуклеиновых кислот и соотношения отдельных фракций гистонов и белков в крови, определенная патопорфология органов дыхания лабораторных животных в эксперименте. Структура лицензируемой работы соответствует предъявляемым требованиям и состоит из введения обзора главы собственных исследований, заключение выводов практических рекомендаций и списка использованных источников. 190 источников иллюстрировано 15 таблицами, 40 рисунками и имеет два приложения. В разделе введения представлена актуальность цели задачи исследования, раскрыта научная анализная значимость работы. В обзоре литературы изложены современные данные по влиянию пыли на организм и изучению биохимических изменений при различных заболеваниях при негативном воздействии окружающей среды. Во второй главе представлены материалы и методы исследования. Содержится дизайн исследования, информация по сбору материала, описание лабораторных исследований, включая биохимические и иммунологические методы. В главе собственных исследований представлены два этапа работы. В первом разделе проведен анализ заболеваемости органов дыхания населения при арабе и установлено постсреднем многолетней первичной заболеваемости в зоне экологической катастрофы. По результатам проведенного экспериментального исследования установлено, что хроническое воздействие соли полевого аэрозоля Аральского моря в крови экспериментальных животных индуцирует активацию перекисного окисления липидов, инактивацию ферментов антиоксидантной защиты и оксида азота, снижение Т-лимфоцитов Т-хелперов и увеличение перлики на 6, с повышением неглеточных нуклеиновых кислот при росте фракций гистоновых белков. Хроническое воздействие соли полевого аэрозоля в органах дыхания вызывает формирование лимфоидных структур по типу лимфоидной интерстициальной пневмонии, таких как лимфоидные гранулемы, гиперплазии бронхоассоцированной лимфоидной ткани перебронхиали, перевоскулярных зон и лимфоидную фильтрацию интерстиции межавиолярных перегородок. В работе представлен корреляционный анализ взаимодействия и взаимосвязи биохимических и иммунологических показателей крови экспериментальных животных. В их заключении описаны результаты, включающие основные выводы по итогам диссертационного исследования. Совокупность полученных авторов данных свидетельствует о том, что данная работа охватывает научные проблемы, соответствующие требованиям и диссертационным работам доктора Пичди. Третий раздел. Степень обоснованности и достоверности каждого результата. Результаты, выводы и заключения, сформированные в лицензируемой диссертационной работе 5-й ЗВ, Алины Утикеновны, являются обоснованными и достоверными. Это подтверждается тем, что экспериментальная часть диссертации была выполнена с применением изучения морфологии органов дыхания, экспериментальных животных, современных адекватных лабораторных методов и статистического анализа. Первый вывод. Содержит анализ динамики среднемноголетних показателей первичной заболеваемости по классу болезни органов дыхания при Аралии и указывает, что наибольшая заболеваемость наблюдается в Аральском районе Казалардинской области, который находится в непосредственной близости с Аральским морем. Тем самым обосновывает необходимость проведения второго этапа экспериментального исследования. Во втором выводе представлены данные по атоморфологии легких экспериментальных животных при хроническом воздействии соли пулевого аэрозоля Аральского и после завершения запыления при дальнейшем восстановлении до 30 дней. Третий и четвертый выводы показали изменения показателей перекисного кисления липидов, ферментов антиоксидантной защиты и оксида азота, Т-лимфоцитов, Т-хилперов, Т-супрессов, интервлекина-6, неглеточных нефлииновых кислот и фракций гистоновых белков. Крови крыс при хроническом воздействии соли пулевого аэрозоля Аральского моря, а также после 30 дней восстановления. Пятый результат включает весь комплекс проведенных исследований и выдвигает рабочую гипотезу по влиянию соли пулевого аэрозоля Аральского моря на развитие патологии в органах дыхания и впервые показывает взаимосвязь метаболических и иммунологических процессов и нарушение обмена внеклеточных нуклеиновых кислот. Следовательно, достоверность и обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций не вызывают сомнений. Четвертый раздел. Степень довезны каждого научного результата и положения вывода диссертанта и сформулированная диссертация. Сформулированные в диссертации положения и выводы обладают необходимой для диссертационной работы степенью новизны. Вывод первый является частично новым, так как имеются исследования по изучению заболеваемости по органам дыхания населения при Аралье, однако сравнительные изучения по зонам экологической катастрофы и кризиса в сравнении с контролем территории проведены впервые. Положение первое, вывод третий является новым. Впервые проведены комплексные исследования по изучению содержания катаболитов по антиоксидантной защите Т-лимпоцитарной части иммунной системы цитокинов, эндерликина-6, внеклеточных ДНК и РНК в крови, экспериментальных животных при хроническом воздействии соли пулевого аэрозоля Аральсного моря. Положение два, вывод второй. Новые, так как впервые отражают морфологическую характеристику легких при длительном воздействии соли пулевого аэрозоля Аралы, и впервые установлено, что формирование лимфоидных структур по типу лимфоидной интерстициальной гневмонии, лимфоидной гранулемой гиперплазии лимфоидной ткани в перебронхиальных и переваскулярных зонах. Положение три, вывод четвертый, также является новым. Так как впервые установлены рост уровня продуктов окисительной деструкции липидов, нарушение уровня внеклеточных нуклеиновых кислот, которые можно рассматривать как ведущие звенья молекулярных механизмов развития отдаленных последствий хронического воздействия соли пулевых аэрозолей Аральского моря. Также в выводе 2 впервые показана патоморфологическая характеристика легочной ткани после восстановительного 30-дневного периода после длительного ингаляционного воздействия соли пулевого аэрозоля. Вывод пятый, новый и сделан на основе проведения эксперимента, является обобщающим и включает в себя весь комплекс исследований. Пятый раздел «Оценка внутреннего единства полученных результатов». Диссертационная работа на соискание степени доктора П. Ч. Газизова Аминотигена является квалифицированным единым научным трудом. Цели задачи исследования, согласованные между собой, выводы и практические рекомендации вытекают из поставленных и решенных задач. Все разделы диссертации имеют внутреннее единство и логичность изложения. Методология анализа полученных результатов является актуальными и адекватными. Шестой раздел «Направленность полученных соискателем результатов на решение соответствующей актуальной проблемы, теоретической и прикладной задачи». Диссертационная работа является итогом научного исследования, не имеющего существенное значение в решении научно-практических проблем влияния солепылевых аэрозолей Аральского моря на органы дыхания при экспериментальном исследовании. Полученные результаты позволили показать морфологические изменения в легких, понять метаболические и монологические процессы и нарушение обменов неклеточных маклеиновых кислот в крови при хроническом воздействии солепылевого аэрозоля Аральского моря. Седьмой раздел «Подтверждение достижения полнатной публикации основных положений и результатов выводов и заключений диссертации». Полученные результаты широко и полно представлены в научном сообществе, доложены на шести конференциях и конгрессах международного уровня. По итогам работы опубликовано 16 печатных работ, в том числе две статьи в издании, индексируемом в «Батис» в «Даврскопус», четыре статьи в журналах, рекомендованных Комитетом по контролю в сфере образования и науки, Министерства образования и науки Республики Казахстан. Получено свидетельство о государственной регистрации прав на объект авторского права. Восьмой раздел «Аннотация и содержание диссертации». Анотация представлена на трех языках – казахском, русском и английском, и полностью соответствует содержанию диссертации. Девятый раздел «Недостатки по содержанию и оформлению диссертации». Работа в целом заслуживает положительной оценки. По содержанию диссертации имеются следующие замечания. Первое. Обзор литературы достаточно широкий, излишне детализируется влияние различных тяжелых металлов на органы дыхания, другие органы и системы организма. Второе замечание. В разделе 2 «Материал и методы исследования» несколько некорректно сформулирована нулевая гипотеза эпидемиологического исследования для подтверждения или опровержения их статистическими методами. Нулевая гипотеза для данного этапа работы должна была строиться следующим образом. Нулевая гипотеза утверждает, что отсутствуют статистически значимые различия между распределением в исследуемых выборках в том числе и контрольной группе. П должно быть больше или равно 0,05. В противном случае будет статистически подтверждена меньше подтверждена альтернативная гипотеза, утверждающая по-братам. В разделе, третье замечание. В разделе 2, 2.1 «Материал экспериментального исследования» на странице 39 по тексту. Основным компонентом солепылевого комплекса явился бионатрия, содержание которого 92% на 100 г вещества. Также определены двухвалентный магний, 5% кальций, двухвалентный 3% на 100 г вещества. Не точно определены доли катионов. Следующий за ним абзац более корректен формулировке. Из натриевых соединений 81% составил сульфат натрия и 14% хлорид натрия. В состав солепылевого комплекса входили диоксид кремния, 3% и фосфаты на водной вытяжке 2%. Четвертое замечание. Необходимо более точно указать содержание выделенных веществ в солепылевом комплексе, а в последующем уже указывать только концентрацию. Пятое. В разделе 2, 2.2.1 «Материал экспериментального исследования» при проведении экспериментального исследования следовало бы ввести дополнительную контрольную группу животных на каждый период наблюдения. Шестое. В изложении сравнительных результатов исследования в описании желательно указывать достоверность. Седьмое. Название таблиц 14-15 достаточно громоздкие и требуют корректировки. Восьмое. В тексте диссертации имеются орфографические и стилитические ошибки, а также технические погрешности. В порядке научной дискуссии необходимо пояснение автора на следующие вопросы. Первый вопрос. На основании каких критериев выбрана контрольная зона в эпидемиологических исследованиях? Второе. Почему выбраны сроки эксперимента? 60 дней, 120 дней после введения аэрозоли и 30 дней восстановления? Восстановление. Третье. И последнее. Какие морфологические критерии в легких определены как отдаленные последствия в сроке 30 дней, которые характеризуют восстановление после хронического воздействия соли полевого аэрозоля? Данные замечания носят исключительно рекомендательные характеры и никоим образом не умаляют важного научного значения диссертационной работы Газизовой и Амино-Амтигеновой. Десятый раздел. Заключение о возможности присуждения степени доктора философии ПИЧДИНОС по соответствующей специальности. На основании вышедлуженного следует считать, что по задержанию квалификационным характеристикам диссертационной работы Газизовой и Амино-Амтигеновой влияние соли полевого аэрозоля Оральского моря на органы дыхания и экспериментальной исследования соответствует всем требованиям, а автор заслуживает присвоение ученой степени доктора философии ПИЧДИНОС по специальности 6D110120 Медицина. Спасибо за внимание. Спасибо, Валяна Субутова. Амино-Амтигеновна, пожалуйста, вам слово для ответа на вопросы. Уважаемые Валяна Субутова, мы благодарим вас за огромный труд, который вы провели при лицензировании диссертационной работы. Принимаем все ваши замечания и разрешите дать пояснение по некоторым замечаниям. По первому замечанию. По обзору литературы. Учитывая тот факт, что в составе сурболевые аэрозоли были определены тяжелые металлы, мы сочли возможность остановиться на их влияние в различии системы организма. По второму замечанию. По определению понятия нулевая гипотеза мы с вами согласны. При проведении исследований мы придерживались того, что нулевая гипотеза утверждает, что отсутствует статистически значимое различие между распределением исследуемых выборков, в том числе и контрольной группой П больше равно 0,5. В работе предложение стилистически неправильно изложено. По третьему. По компетентным сольболевым комплексом поясняем, что сульфат натрия 181%, хлорид натрия 14%, диэксид кремния 3%, фосфат 2%. По пятому. При проведении экспериментального исследования на этапе планирования работы был обсуден вопрос о необходимости контрольных групп для каждой опытной группы. Но в связи с проведением эксперимента только с одним видом аэрозолей и отличием груд только во временных периодах было принято решение проводить исследования с одной группой контроля. Все указанные замечания учтем в дальнейшей научной работе. Разрешите ответить на ваши вопросы. На основании каких критерий был выбрана контрольная зона эпидемиологических исследований? При выборе контрольных зон и эпидемиологических исследований мы взяли в ближайшую зону за пределами региона, включенную в зону экологического бедствия. Контрольная зона находится приблизительно в тех же широтах 46-48, северной широты, так и изучаемой зоны 45-48. Регионы схожи по географическим и социальным экономическим параметрам. Второй вопрос. Почему выбраны сроки эксперимента в 60-120-30 дней восстановления? Целью нашего исследования было установить влияние солиполевого аэрозоля на состояние метаболических и иммунологических процессов, омена неклеточных луклинов, кисот и патоморфологии органов дыхания лабораторных животных. Согласно научно-технической литературе, хроническое влияние на организм крыс считается в течение 4-х личного эксперимента. Сроки 2 месяца или 60 дней определяется как адаптивный период или приспособительный период, в результате которого организм приобретает отсутствующие ранее устойчивости к определенному фактору следы. Чтобы изучить отдаленные результаты крысы после 120-дневной задравки, были помещены в стандартные условия в течение 5 дней, после чего был проведен последний этап исследования. Третье. Что Вы понимаете, как формирование лимфоидных структур в легких экспериментальных животных при хроническом воздействии солиполевого аэрозоля Аральского моря? При хроническом воздействии солиполевого аэрозоля Аральского моря в легких экспериментальных животных определяется формирование лимфатических структур по типу лимфоидных сердцальных гневмоний, лимфоидной инфильтрации амперстициями жер Senhorятных перегородок с лимфоидными гранулемами иdecperplazias промаха сцированной лимфоидной тканью, различия продуктивного восклируда с исходом в пневмофиброз. Какие морфологические критерии определены как отдаленные последствия, которые характеризуют восстановление после хронического воздействия солиполевого аэрозоля? Морфологические восстановления после хронического воздействия солиполевого аэрозоля характеризовались развитием обширенных рычагов пневмофиброза, с формированием щелевидных и округлой формы из воздушно-сотовых структур. Выявлялись очевидцы дезателектазов, множественные перемаскулярные инфильтраты, сохранялся футно-лимфонные инфильтраты стенки брока в виде широких полей, ведущие каптурации и их просвета, сформирование множественных бронхиороспазмов, вовлечение в процесс бронхиол, мелкого кариба и также респираторных бронхиол. В стенке сосудов отмечены склеротические изменения. Спасибо Вам большое за приведенную работу и высказанные замечания и предложения. Спасибо. Слово предоставляется второму официальному рецензенту Бакенова Розия Купайни, доктору медицинских наук, главному терапевту больницы Медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан, заместителю председателя научно-клинического совета Медцентра управления делами президента. Здравствуйте. Уважаемые председатели, уважаемые члены дистанционного совета, уважаемые коллеги, позвольте представить Вам рецензию на диссертационную работу базизовой эпидемии патигена в немнее сольплевого эрголи Аральского моря на органы дыхания, экспериментальные исследования, представленные на соискании стихни доктора философии по специальности 6D110100 медицин. Первый раздел «Актуальности» мы с линами. Как уже говорилось сегодня, у меня на трактное поражение органов дыхания в Казахстане находятся во втором месте в структуре общей заболеваемости составляет 22 900 случаев на 100 000 населения. Данные показали в количественном выражении, а переделали лишь болезни, а переделали лишь болезни селечественной системой. Основными причинами распространенности заболеваний дыхательной системы являются такие факторы, как изменение климата, воздействие неблагоприятной окружающей среды, курение, выбросы промышленных предприятий, увеличение количества различных вирусных заболеваний, устойчивость многих микроорганизмов, существующих антипатериальных препаратов и многое другое. По данным Всемирной организации здравоохранения, 9 из 10 человек дышат воздухом, содержащим высокий уровень загрязняющих веществ. Загрязнение воздуха является критическим фактором листа неинфекционных заболеваний, и по оценке Всемирной организации здравоохранения, 1 четверть всех смертей среди взрослых от сердечных заболеваний, 25% от инсульта, 43% от хронической инструктивной болезни легких, и 29% от рака легких является результатом действия данных внешних факторов. В настоящее время в Казахстане одной из причин опасного загрязнения атмосферы является экологическая проблема Райского моря, в бывшей дно которого огромные солончаки. Солнце поверхности разносится летом на сотни километров, кроме солевого осадка, в состав аэрозоли входят пестициды, тяжелые металлы. Ранее проведенными исследованиями установлена высокая распространенность патологии эспираторного тракта на территориях, прилижающих к Горальскому морю. Большой интерес исследователей в течение многих лет вызывает изучение роли окислительного метаболизма, изучение изменений в системе антиоксидантной защиты организма при различных патологических состояниях, а также приводительности в факторы внешней среды. Известно, что одним из ранних и чувствительных показателей ответной реакции организма на вредное воздействие окружающей среды является состояние иммунной системы. Работа природы авторов показана угнетение иммунной реактивности, ухудшение конкур exceptionally способной реакции организма и развитие иммунологической недостаточности у детей, проживающих в городском регионе. Снижение иммунологической реактивности организма приводит к развитию реакции в заболеваниях. Роль изучения этих процессов счастлива возрастает на ранних стадиях процесса, мер предупреждения и замедления темпов прогрессирования возникающих в патологические состояния, приводящие к необратимым орфонациональным состояниям. Анализ литературных данных свидетельствует о недостаточной изученности роли внепридочных неглиновых кислот, листов и воздухов при воздействии различных аэрозолей на органы дыхания. Наиболее показательным для фундаментальных исследований является проведение экспериментальных работ с комплексным исследованием и оценкой метрополических процессов с изучением орфологии литературных основного органа мишени при воздействии аэрозолей. В свете изложена диссертационная работа инкассизовой, посвященная вопросам поражения органов дыхания с воздействием или солевого аэрозоля на Араньского море. В эксперименте «Животный» подтверждает в свое время сцены проведенного исследования, выполненного в рамках его государственных нормативно-правовых актов и стандартов. Работа выполнена в рамках программы целевой научной исследовательской работы Караганинского государственного медицинского университета «Комплексные подходы в управлении состоянием здоровья населения и природы». Разговор 2. Научные результаты в рамках требования диссертации. Сцентрационная работа газизовая влияние соли болевого аэрозоля Араньского моря на органы дыхания и экспериментальные исследования на сыскание степени доктора философии является квалифицированным научным трудом по специальности 6D110100 медицина и содержит новые научные результаты и положения. Культура диссертационной работы соответствует требованиям, содержит введение обзора литературы, материалы, методы исследований, главу собственных исследований, заключение, выводы список использованных литературой, включающих 190 исторщиков, работа, документированная 15 таблицами и 40 рисунками. Анализ диссертационной работы газизы показал обоснованную актуальность проведенным авторам экспериментальных исследований, научную на визу и значимость диссертации. Авторам четко и ясно сформулированы цели задачи исследования. Воврематериалы и методы исследований приведена подробная характеристика объектов и примененных методов исследования. Полученные авторам научные результаты представляют теоретическую и практическую значимость для дальнейших экспериментальных и клинических исследований в области кульмонологии, иммунологии, патоморфологии, геохимии в рамках изучения патогенетических механизмов поражения органов питания от воздействия внешних повреждающих факторов. Так были изучены особенности молекулярно-клеточных и системных механизмов реализации невыгодоприятного повреждающего воздействия солиполевого аэрозолина структуры легких экспериментальных животных. В частности, выявлены особенности дисбаланса в системе перекисленного окисления липидов и антиоксидантной защиты с возрастанием уровней диэновых гаммугатокетодиенов, малоновых диагигидов, шифровых оснований, при снижении активности факторов антиоксидантной защиты католазы, аденозин, дозаминазы, повышение активности глюкотиона пероксидаза. Также выявлены иммунологические нарушения с уменьшением содержания Т-лимфоцитов, увеличением цитотоксических лимфоцитов и сдвигом иммуно-регуляторного индекса в сторону повышения. Все это сопровождало значительное повышение уровня профспалительного интерликина-6, циркулирующих неклеточных нуклеиновых кислот, гистоновых бурков. Кроме того, отмечено снижение процессов липопероксидации, активация системы антиоксидантной защиты через один месяц восстановлений после воздействия солиполевого аэрозоля. Выбрана особенность патоморфологических изменений в лёгких экспериментальных животных, повышающих развитие солиполевого аэрозоля по типу лимфоидной и дрессальной пневмонии с развитием участка фиброзы лёгочной ткани и формированием зон сотового лёгкого. Путём проведения многомерного кондиционного анализа установлена взаимосвязь с межзрочными параметрами перегисного инститива липидов и антиоксидантной защиты иммунологической системы патоморфологическими изменениями лёгких экспериментальных животных. На основании полученных результатов авторам выдвинута рабочая гипотеза о роли солиполевого аэрозоля на Аральском море как фактор, вызывающего патологические сдвинки в ромкой лёгочной системе, лежащие в основе развития хронических заболеваний лёгких. Предварительно проведены анализы статистических данных о заболеваемости населения при Арале, выявивши наибольший уровень заболеваемости болезни органов пихания среди населения, проживающих в непосредственном близости к Аральскому морю в зонах кризиса и катастрофы свидетельствуют в пользу данной гипотезы. Заключение диссертационной работы чётко отражает выводы выполненные в исследовании. Приведённые результаты соответствуют цели и задачам исследований. Диссертационная работа Газизовой, влияние солиполевого аэрозоля Аральского моря на органы дыхания, экспериментальные исследования, является законченной квалификационной научной работой, в которой содержится решение актуальной проблемы, изучение фатогенетических механизмов поражения органов дыхания, при вдыхании солиполевого аэрозоля, дна Аральского моря, эксперименте на животных. Работа, написанная единовично, является целостной и теоретически последовательной работой и соответствующей шифру специальности 6D110100 медицины. Третий раздел. Степень обоснованности и достоверности каждого результата. Материал исследования достаточный по объему выборки и репрезентативных данных, проанализированные адекватными статистическими методами, проанализированные современной отечественной и зарубежной литературой в достаточном объеме. Полученные актерны результаты соответствуют поставленным целям и задачам. Все результаты, выводы и положения инсцертации обоснованы достоверно, так как подтверждены фактическими данными. Исследования, ретроспективно-проспективные, выполненные в два этапа. Ретроспективное выборочное тематическое исследование и заболеваемость нацеления в шести районах приорали с глубиной исследований 16 лет. Ретроспективно контролируемое экспериментальное исследование трех опытных и одной контрольной группы с общим числом животных 74. Всем животным проводилось исследование параметров системы перкис на исцеление репидных и антиоксидантных защитных, химнологические статус исследований клеточных функций, а также после забоя гистологические исследования тканей легких с применением общепринятых методик. Результаты документирования являются достоверными, так как выполнены с использованием общепринятых методических норм. Для статистического анализа применены критерии Шаппира Уэлга, достоверность между количественными показателями оценивалась по критерии студента, различие концентрации мактуров проводилось с помощью непараметрического критерия мануэллы, взаимосвязь изучаемых параметров оценивалась по коэффициенту корреляции рамба с первым выводами, аргументированные практические рекомендации не задержат партиевичевые заключения. В результате анализа результата проведенных исследований авторам выяснили на защиту предположений 5 выводов. Первый вывод сделан на основании данных эпидемиологического исследования, ретроспективного анализа библичной заболеваемости по классу заболевания органов дыхания. Проведена оценка средней и многолетней данных зонах экологического действия в Кирорайе в сравнении с контролем территориях. Положение 1, 2, 3 выводы, 2, 3, 4, 5 основано на проведении эксперимента конверционного длительного воздействия соли-полевых аэрозолей, аральского моря на показатели пеписной обследения эпидемиологии, оксида и азота, состояние антиксидантной защиты, параметрах умного статуса, неглеточных муклиновых кислот и фракций гистоновых дубов, крови лабораторных животных и архологии профилюбочной ткани, а также состояние данных параметров после месячного восстановления. Суть проделанной работы полностью отражена в заключении. Выводы логичного типа и бесполученных результатов соответствуют поставленному цели задачи наследования. Степень обоснованности достоверности научных положений выводов и заключений сомнений не подвергается. По значимости содержания диссертационной работы содержится закупность новых научных результатов и положений, выглагаемых авторам, которые свидетельствуют о личном параметре изучаемого проблемы. Четвертый раздел. По результатам диссертационного исследования сделано 5 выводов, которые послужили основой для практических рекомендаций для улучшения диагностики поражения руки при дыхании соль полевого аэрозоля Аральского моря. Следует отметить, что впервые было проведено экспериментальное исследование влияния на соль полевого аэрозоля Аральского моря на органы дыхания. Все положения, выносимые на защиту, выводы 2, 3, 4, 5 являются регулярными, обладают навязной. Изучение особенностей молекулярно-клеточных и системных механизмов реализации неблагоприятного воздействия соли полевого аэрозоля за Аральского моря имеет фундаментальное значение для медицины. Полученные результаты представляют теоретическую основу для разработки последующей экспериментальной апробации эффективных способов коррекции метаболических нарушений. На основании проведенных исследований был определён комплекс наиболее информативных биохимических показателей, характеризующих состояние метаболического статуса экспериментальной животной при хроническом воздействии соли полевого аэрозоля Аральского моря и в отдалённые сроки после месячного перерыва. Этот комплекс показателей включает уровень продуктов пениксмоноксиногипитов, гидроцитов, клеточного иммунитета, содержание фракций нетлеточных глиновых кислот и гистоновых белков. Первый вывод имеет относительную и частичную новизну при рассмотрении анализа заболеваемости органов дыхания по зонам экологического обвеса в сравнении с контрольной зоной. Появлено то, что не первичная заболеваемость и болезнь органов дыхания у населения при Арале, а именно в зоне катастрофы с наибольшей заболеваемостью в Аральском районе, непосредственной близости код Аральского моря, что подтверждает гипотезу о влиянии соли полевого аэрозоля на развитие потолокового дыхания. Потом морфологические изменения у легких экспериментальных животных, как воздействие соли полевого аэрозоля Аральского моря, характеризовались особенностью поражения развития морфологической картины на лимфоидной интерсальной пульмании с формированием зон фиброзы сотного легка, что привлекается с данными многих исследований, посвященных изучению гипотической лимфоидной интерсальной пульмании, где одной из гипотез развития последней рассматривается воздействие внешних раздражающих микрочастиц окружающей среды промышленных регионов. Прогностически неблагоприятным для течения процесса результатом исследования является развитие обширных очагов с нейрофиброзой с формированием щелезных округлых форм сотовых структур с очагами дистилектазов, увеличением процесс бронхи, франхиум мелкого калибра, беспиратурных франхиум и признаками хронического аэрозолита после завершения заболения при дальнейшем восстановлении 20 дней, что в дальнейшем будет сопровождаться функциональным нарушением глибки с развитием декоративной недостаточности. Хроническое воздействие соли-белевого аэрозоля Аральского моря в крови с пигментальным животным вызвало усиление процесса перекисного кисления липидов, активация системы антиоксидантной защиты, эммологические дисбалансы, увеличение общего содержания глимфоцитов, увеличение цитотальтических глимфоцитов, возрастание иммуно-регулиторного индекса, увеличение содержания кровоспалительных стокинах, например, 6, увеличение циркулирующих нетлеточных муклиновых кислот, фракции кислоновых луков, указанность длини, декор необходимость изучения и использования в лечении патологии глимфоцитания воздействия соли-белевого аэрозоля Аральского моря, препарата с антиоксидантом эффекта, эмминокоррегирующей коррепии. В месяц восстановления после хронического эксперимента в крови КРС установлено снижение процессов лекарственных средних видов, но с уровнем достоверно выше данных групп контроля. Повышение активности антиоксидантной защиты, некоторое повышение патологических глимфоцитов и т-супрессоров, понижение пикеллеров и интерпина-6, но с показателями цитокина выше контрольных данных. Отмечено снижение кислота растворимых предшественных муклиновых кислот, неглеточных муклиновых кислот и резкая деградация показателей фракции гистоновых луков ниже значения контроля. Данный вывод свидетельствует о ускорении процесса восстановления выявленных дисбалансов, так как уже через один месяц в легких, как следует из вывода 2, в легких уже формировались процессы фиброзирования, что является неблагоприятным прогностическим фактом. Предложена рабочая гипотеза по влиянию соли полевого аэрозоля Райского моря на развитие патологии гордонопытания и впервые показывающая взаимосвязь метаболических и химмунологических процессов и нарушение обмена вне клеточных нуклеевых кислот. Это также диктует необходимость воздействия на все или иные патогенетические цепочки повреждений и легких при воздействии соли полевого аэрозоля Райского моря. Таким образом, все положения, выносимые на защиту и выводы, являются оригинальными и обладают нарезной. Нарезная работа подтверждена приведенными результатами в соответствующих разделах диссертационной работы обоснованных. Выводы работы логически вытекают из полученных из кислотан Andeset имеющих теоретическое приглавное значение. Оценка внутренним единственным полученным результатам. Исследование обладает внутренним логическим единственным полученных результатов. Авторскому замыслу соответствует того, настроенная о продуманном структуре исследований, цель задач и дизайн исследования диссертации соответствуют ее основному содержанию. В диссертационной работе Газизовой задачи соответствуют поставленным целям и полученные результаты позволяют формулировать основные положения заключения. Все этапы проводимого исследования составляют единую последовательность во время программы по изучению положения легких от воздействия солью любого аэрозоля Арарского моря в современном животном. Направленность полученных соискательных результатов на решение соответствующей актуальной проблемой теоретической и неприкладной задачи. Проведенное исследование является актуальным и своевременным в республике и имеет свою теоретическую и преподную значимость. Данное диссертационное исследование связано в ретроспективное и проспективное исследование, которое заключает в себе как теоретически интересное направление изучения поражений легких при вдыхании солью любого аэрозоля Арарского моря в современном животном, так и практическую значимость для последующего изучения особенностей поражений легких у населения пиораля с последующей выработкой рекомендаций по диагностике и лечению в прогнозированном течении патологического процесса. Седьмой раздел. По материалам диссертации, как было уже сказано, опубликовано 16 причастных работ, среди которых без этих изданий в индексированном базе данных с корпусом, 6 отдельных журналов рекомендованных комитетом по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан, 6 публикаций материалов международной конференции, 1 методическая рекомендация, 1 свидетельство государственной регистрации прав на объекты авторского права. Основные положения и результаты работы доложены на республиканской научно-практической конференции с международным участием, проблемы диагностики коррекции эколога от зависимых нарушений профессиональной патологии Карабин-Диар, 15-й год, в 19-м сезем около линкологов в Казани в 16-м году, в 20-м сезем brew способности российского научно-практической конференцией с международными участием, молодой учеников и специалистов окружающих себя, здоровья, гигиены, экологии, органиурм стабильных лиц в России в Москве в 16-м году, кагрессии в российской ассамблее областей выгн -, из обычно семнадцатого года, международная конференция молодых ученых-студентов мир, науки и молодёжь, тенденции «Новый горизонтальный» в Караганде в 17-м году, международная конференция молодых учёный-студентов мир, науки и молодёжь, Эра стремительных изменений, когда-то 18 лет. Все публикации газеты, связанные с темой диссертации, дорожают в ее основном содержании. Недостатки в содержании и оформлении диссертации. Принципиальных замечаний нет. Работа выполнена на хорошем научно-педагогическом уровне. В результате изучения работы есть замечания. В обзоре и литературе нет системности структуризации по направлениям исследований. Практические рекомендации. Целесообразно было дать более конкретные рекомендации по изучению способов коррекции выявленных нарушений. В списке использованных источников есть несоответствие текста. Ссылки. В главе второй материала метод исследования недостаточно корректно отображена схема дизайна исследования и текстовое задержание схемы. Недостаточно четко представлена модель формирования патологии органов дыхания у экспериментальных животных в хроническом воздействии соли-белевого аэрозоля Аральского моря. Целесообразные идут в отразительной дополнительной в виде схемы. В тексте работы имеются стилистические и грамматические неточности. В целом работа оценивается положительно. Заключение возможностей присуждения степени доктора-белевого аэрозоля и соответствующей специальности. Диссертационное образование СИЗОВИ. Влияние соли-белевого аэрозоля Аральского моря на органы дыхания экспериментальные исследования являются законченным вызовом. По своей актуальности новизне научно-практической значимости работы соответствует требованию раздела 2 правил присуждения ученых степени. Комитета по надзору и дистанции в сфере образования и науки Министерства образования и науки СИЗОВИ Казахстан. Предъявляемая диссертация, представляемая на состоянии степени доктора-философии по специальности 6, 9, 110, 100 медицины. Сам автор за решение проблемы изучения патологических изменений лёгких от воздействия соли-белевого аэрозоля Аральского моря по экспериментальных животных заслуживает присвоение степени доктора-философии по специальности 6, 9, 10, 100 медицина. Спасибо, Роза Кубаевна. Пожалуйста, Умена Утигенна, вам слово для ответственного вопроса. Уважаемая Роза Кубаевна, урожаем и блогу и благодарны за рецензирование нашей диссертации. Спасибо за то, что вы нашли время для обсуждения работы в вашем блогу графики. Все высказанные вами замечания будут учтены в дальнейшей работе. Разрешите пояснить некоторые замечания. В обзоре и литературе мы разделили только на два подраздела. Это влияние экологических факторов окружающей среды на состояние здоровья населения при орале. И второй подраздел – это был современные подходы к изучению аналогических и биотеретических изменений при различных заболеваниях при негативном воздействии окружающей среды. Мы согласны с вашими замечаниями. Второй подраздел можно было структурировать по разделам проведенных исследований. В последующей работе мы продумаем, как реализовать практические рекомендации по изучению способов коррекции выявленных нарушений. В работе предложена рабочая гипотеза по влиянию соли-болевого аэрозола райского моря на развитие патологических органов дыхания. И впервые показывает взаимосвязь метаболических и химинологических процессов и нарушение обмена негативных комплинированных кислот. Все ваши замечания нами приняты и будут учтены в последующей работе и при проведении дальнейших исследований. Благодарю вас за работу. Спасибо, Глодуль Пеннерловна. Спасибо. Сейчас слово предоставляется научным руководителям для отзыва о диссертанте и самой работе. Слово предоставляется доктору медицинских наук, профессору Висмага Бетовна Раджан-Заповна. Благодарю, уважаемый председатель, уважаемый член институционного совета. Позвольте от имени консультантов, от моего личного имени и от имени Клаудио Колоссио, который, к сожалению, все с международным форумом сегодня присутствуют, вынете глубоко благодарны диссертационному совету за принятие работы в защите. Клаудио Колоссио является международным экспертом, специалистом в области профессиональной патологии. Он очень много имеет публикаций и исследований в области воздействия промышленных аэрозолей, экологических аэрозолей на организм человека. И когда планировалась данная работа, мы, конечно, проводили большое обсуждение, и именно данный регион был выбран, как уже позвучало из уст соискателя, как зона экологического отбитствия, не только важная для нашей страны, но и для других государств. Как вы знаете, заболеваемость органов дыхания в данном регионе занимает ведущее место, об этом тоже сегодня говорили, и поэтому было избрано именно экспериментальное исследование, потому что только в эксперименте мы можем комплексно изучить влияние фракторов воздействия на бронхолегочную систему. И данное исследование было запланировано и проведено в стенах нашего медицинского университета. Но результаты работы доложены, вам судить о них я хотела дать небольшую характеристику соискателя. Я хотела сказать, что Анина Тиленовна, вы знаете ее биографию, она была представлена. Она, в общем, на сегодняшний день обладает достаточными компетенциями, на наш взгляд, молодого исследователя. Почему мы делаем такое заключение? Во-первых, она обладает критическим мышлением, то есть она самостоятельно провела анализ, как уже прозвучало, обширных, разносторонних и разноплановых исследований в области как промышленного, так и экологического воздействия на организм человека. Она проявляет научный интерес, и поэтому обсуждение самого плана исследований, самой задачи исследований проводилось несовместно. Она проявила не только научный интерес, но и последовательность формирования целей и задачи самого дизайна исследований. В процессе исследования Анина Тиленовна приобрела не имеющиеся ранее у нее навыки. Это навыки планирования, организации и проведения экспериментальных исследований. Это очень важные навыки для научного исследователя, которыми не обладают все исследователи по завершению медицинского университета или магистратуры. Она развела уже имеющиеся у нее навыки анализа и синтеза результатов биохимических, иммунологических и патомархологических исследований, проявляя при этом логику мышления. Она прошла еще раз очень большую школу по этим направлениям. Статистическую оценку обоснования рабочей гипотезы она проводила самостоятельно, основываясь на результатах исследований и обсуждая ее с консультантами. Если говорить о человеческих качествах, то Анина Тиленовна отличает высокоорганизованность, я бы сказала, даже педантичность, ответственность, научная честность, что сегодня уже прозвучало, и они достаточно оптимально сочетаются с творческим подходом. Результаты исследований были доложены, мнение официальных компонентов выслушали. Для меня, как руководителя, было очень важно, как много было задано вопросов, то есть эта работа была для членов Ситуационного совета интересной, и это очень важно, потому что я думаю, что на этом исследовании не будут закончены, а будут продолжены. Благодарю за внимание. Спасибо, Прешевстана. Слово для оглашения отзыва профессора Клаудио Колоссио, профессора департамента медицины Миланского университета, директора отдела профессиональных заболеваний, в госпитале Святого Паула и Карла Горгорова Иллана предоставляется секретарем Бурану Годеновичу Горгорову. Уважаемый председатель, уважаемые члены совета, представлены отзывы зарубежного научного консультанта на диссертацию ПИЧ-докторанта Газитова Мину Дегенана. Результаты работы ПИЧ-докторанта Газитова Мину на тему влияния солью полевой аэрозоли Аральского моря на органы дыхания и экспериментальное исследование относится к одной из важных, неотложных областей охраны здоровья во многих странах, включая Казахстан. Самая значительная проблема Казахстана является зоной экологической катастрофы региона Аральского моря. Как только мировое четвертое по размеру озера уже потеряло 4,5 своего объема, площадь поверхности уменьшилась более чем на 3-3 с образованием песка и солевых отходов. Пылевые печаные бури и соляные бури поднимаются до более высоких атмосферных облочек большое количество мелкой пыли и соли. Мелкие солевые и пылевые аэрозоли, поступающие через дыхательные пути, вызывают изменения дыхательной системы. Цель этой работы является изучить влияние соли пылевого аэрозоля Аральского моря на состояние метаболических и иммунологических процессов, обменов некресочных нуклеиновых кислот и патомарфологию органов дыхания в эксперименте. Все исследования проводились с использованием динностованного лабораторного образования в лаборатории коллективного использования Карагаминского государственного медицинского университета. Материал экспертизации представлен во внутренней логике. Существует логическая связь между разделами, шатина работа видна в каждом разделе, целостность из полученных результатов обсуждается статистическим анализом, применением современных и репрезентативных методов статистической обработки информации. Тема работы раскрывается полностью. Застегнута поставленная цель, решены поставленные задачи, обоснованы выводы и имеют практическое значение. Результаты исследований представлены на международных и республиканских конференциях, конгрессах. В рамках программы ПИЧ-студент Газизова Амина Усигеновна в январе 2018 года получила научную подготовку в Миланском университете, город Милан, Италия. В ходе обучения были проведены консультации и обсуждения основных разделов и предварительные результаты дистанционной работы. В результате дистанционной работы были опубликованы на научно-периодическом создании, в том числе международных и сенсированных фронталов. На мой взгляд, дистанционная работа Газизова Амины является законченной научной работой и актуальна для здравоохранения как на теоретическом, так и на практическом уровне. Докторант выполнил большой объем работы на профессиональном уровне. Он способен проводить аналитическую работу. Его качество включает высокую степень самодисциплины и ответственности. Работа Газизова Амина на тему влияния соли, пулевой и аэрозоли Ареальского мора на море на органы дыхания, экспериментальное исследование, соответствует современным стандартам дисциплины, актуально и имеет практическое значение. Я считаю, что Газизова Амина отвечает требованиям докторантура в области 6D-110-100 в медицинах. Миланский университет, департамент науки и здравоохранения, профессор Клаудио Калвозия. Отзыв руководительской специалии на английском языке на двух страницах переведен на русский язык на трио-назовение. Спасибо. Спасибо, Валерий Кадеянович. Переходим к обсуждению данной работы, пожалуйста. Кто готов? Выступите к Ларису Амина, пожалуйста. Дорогие коллеги, вы слышали очень интересную работу. Я хочу сказать, что можно ли выписать на какую-нибудь на английском языке? Прежде всего, я буду говорить об экспериментальной части работы, потому что она не виска. И в данном случае, висок там, его руководители, висок там, все заинтересованные лица провели колоссальную работу. Потому что сам эксперимент очень трудоемкий, довольно большое количество животных, разные сроки. Это действительно трудоемкая вещь. Мне очень понравилась та модель, которую они применили. Модель очень оригинальная. И удивительно, что мы взяли хотя бы в инфекцию, в инфекцию. То есть первая часть модели в 120 дней, оригинального ничего нет. Но вот сам подход, когда они прекратили действовать пылесолевым аэрозолем и дали животным еще месяц на тот период, скажем так, для оценки отдаленных последствий, что будет с метаболическими, что будет с структурными изменениями в легких, если пыль перестанет действовать. В данном случае, это ответ на вопрос Александра Дмитриевича. Если мы возьмем население и перенесим его в Саровского моря в другое место, а что будет за клиентом? Вот в данном случае, в ответ. Частично. Что в данном случае, вот это очень оригинальное дни, то есть, если немножко сбивает, по крайней мере меня сбивало, терминовосстановление, потому что я как-то немножко другой смысл вкладывала. Сама модель очень красивая. Десертант получил очень интересные данные. Есть просто по сайтам Архобековны данные морфологии, на мой взгляд, потому что, как бывший старый полевик, я помню вот эту морфологическую картину, которая была при силикозе, при действии кварцевой пыли, чистой кварцевой пыли. Так вот, здесь вот те изменения, которые описаны, это гораздо хуже, чем действия чистой кварцевой пыли на любых животных. Вот это колоссальная, красивая очень часть работы, это как очень хорошая находка. Второе, что мне очень понравилось, что их биохимические позиции, мне очень понравилось то, что те результаты, которые они получили по униклеточным наполиновым кислотам, и особенно по кислоновым клеткам. Но, к сожалению, эсертант как-то получил, соскучился, и вот интерпретация этих данных, вот эти интересные находки, они прозвучали очень мало. Я позволю себе не согласиться с предложенной рабочей гипотезой, потому что вот в том виде, как она предложена, эта рабочая гипотеза просто обобщает эти данные, которые вы получили, там, по окислительному метаболизму, потому что, по 25-м, что такое рабочая гипотеза, на мой взгляд, особенно, когда она берет такое-то, такое, совокупость и зима. Вот возьмем любимый окислительный метаболизм. Скажите мне, пожалуйста, можно, исходя из этой рабочей гипотезы, ответить на вопрос, почему нарушено пыль и снокисления лепитов? Что вот в этой пыли приводит к этому нарушению? А может быть, оно не первично в данном случае, и вот тут ценность вашей работы, может, оно вторично, и что-то другое привело к нарушению пыль и снокисления лепитов? По крайней мере, ответ на вопрос, что первично вот здесь, а что вторично, в этой рабочей гипотезе не прозвучало. Вот у вас можно было, у вас, кстати говоря, была предпосылка для того, чтобы действительно эту рабочую гипотезу показать, как, скажем, на виде системы взаимодействия между разными параллелями, да, но возьмите вы свой цитатей, он параллельный, потанцуйте от него, вот этот вам даст результат, по крайней мере, одно из объяснений, почему нарушено пыль и снокислительный метаболит. Возьмите в вашем архологии и объясните появление гистоновых белков и ужаснитесь, потому что если они появились в кровотоке, это значит, что эти крысы в ближайшее время эти животные, вы вывели их в эксперименты, но они были обвечены на довольно тяжелую участь и на довольно тяжелую патологию, то есть это уже не просто бы строгевало одни зерки, это уже было бы на уровне всего организма. Вот тут ценность вашей работы в будущем, прекрасные данные о неклеточном нуклеемном кислоте, но опять покажите взаимосвязи, то есть вот от этой гипотезы ожидалось показать, что, как, на что влияет и что где первично, что где вторично. То есть никто не говорит, что у вас от этого данные хуже стали, просто надо было вот эту фундаментальную часть сделать очень красивой, видеть такую систему взаимодействия. Ну, это уже на будущем, я думаю, вы доработаете и опалдикуете. Потом, ну, что к праве, все такое еще замечание, наверное, это, ну, как всегда, это у нас не первый раз, такое очень легкое такое, когда особенно наши десерта, фундаменты идут в смежную дисциплину и вот такое очень легкое обращение с терминами. И тем более амино-аденозин-дизаминазом никогда не было ферментом антиоксидантной защиты. Это фермент катаполизма вылина. А вы пишите его как фермент антиоксидантной защиты. Это немножечко, это не слотеньная ошибка, но это чуть-чуть, но и грешно, но если в целом сказать, что работа интересная, работа хорошая, работа многоплановая. Вот, я предлагаю членам бизнес-плассовного совета поддержать данную работу. Благодарю за внимание. Спасибо, Сергей, за очень такой исчерпывающую характеристику. Пожалуйста, кто еще желает выступить? Да, Маргарин Владимирович, пожалуйста. Уважаемые коллеги, всегда мы выслушали достаточно очень интересную работу. Я хотел бы сказать, у нас в Семипалатинске тоже проводится аналогичная работа, но там не соли тяжелых металлов, а именно пыль, которая подвижена была радиоактивному облучению. Мне понравилось то, как она была представлена, как она была продумана, ее структура, полностью сначала эпидемиология, потом экспериментальная модель и дальше выводы. Причем экспериментальные модели оценивались не просто так, а по какие-то показатели, а именно аналогические, это перехисление липидов, липидов, морфология представлена, причем это имеющее хорошую доказательную базу, плюс нуклииновый и куриновый обмен. В этой работе действительно она логически очень четко структурирована, но небольшое замечание я хотел бы тоже высказать. Было бы интересно, если бы в этих органах определили бы соли тяжелых металлов, тогда бы уже конкретно было бы самих органов, тогда можно было бы поговорить о том, что воздействие на эти, что можно было бы ответить на вопрос, что первично. Потом в презентации можно было бы показать саму вот эту схему, точнее фотографию, как проводился эволюционная за трафом эволюционную. Просто примерно маньяк, но тогда было бы видно, потому что мы когда делали, но очень много моделей тоже так же составляли, и делали специальные коробки, потому что это достаточно тяжелый вопрос, дать ту пыль, чтобы она точно попала именно в легкое решение вот этой самой задачи. И, конечно же, я тоже буду поддерживать эту работу. Призываю коллег тоже поддержать, в принципе, диссертант со своей задачей, в общем-то, бы справиться. Хорошо, спасибо, Александр Владимирович. Марина Алексеевна, пожалуйста. Уважаемые председатели, уважаемые члены диссертационного совета, мне тоже понравилась работа, это комплексная оценка впервые такого вот исследования. Исследование не новое, оно ведется давно, очень важное в плане экологии и заболеваемости. И здесь впервые были представлены морфологические, эммунологические показатели. Вот это очень ценно. Отряд на то, что эммунологические показатели вот так хорошо восстанавливаются, особенно иммуно-регуляторный индекс в соотношении CD4-CD8, это хороший показатель того, что эта регрессия возможна, обратима, и это хороший показатель в плане эллиминации, да, то есть и воздействия, и вообще переезда населения. Единственное, я бы, может быть, в качестве добавления порекомендовала бы еще изучить, очень хорошо выбран был интервлекин-6, действительно, я сказала, это важный, такой повреждающий, вернее, он всегда демонстрирует повреждения, степень воспаления. Вот, а интервлекин-4 бы тоже украсил, конечно, потому что по заболеваемости написано, что хобл и на втором месте это аллергические линиты. Именно интервлекин-4, он стимулирует выработку хелпера второго порядка, экспрессию интервлекина иммуноглобулина Е, которые, в общем-то, главные в иммунном ответе. И на будущее это очень хорошая работа, я думаю, стоит продолжить такие вот экспериментальные работы, всегда украшает науку Карагандинского мединститута, экспериментальные работы, да. И вот сейчас очень актуально, когда идет воздействие внешних факторов, изучать все-таки клетки, которые участвуют в апоптозе, да. Это СИДИ-25, СИДИ-95. Именно апоптоз, он, ну, как, играет важную роль в элиминации аутореактивных клеток, те клетки, которые повреждены. Он показывает о длительности иммунного ответа. И самое главное, ну, степень повреждения вносит очень хороший прогностический характер. Это на будущее для диссертанта, я думаю, что она сложилась как ученый, и эта тема, такую глобальную большую проблему поднять, я думаю, что она не останется в стороне и будет продолжать со своими учениками это направление. В целом, хочу сказать, что мне работа понравилась, я тоже буду положительно голосовать. Спасибо. Спасибо. Есть еще желающие? Уважаемые коллеги, значит, я думаю, что вот мы уверены в этом, что все работы, касающиеся в какой-то мере экологии, они политизированы, работают. И анализ заболеваемости в этой зоне, это еще с 1991-1916 год, мог бы иметь какие-то ужасающие последствия для Министерства здравоохранения и все системы отношения к этой проблеме. А здесь вот автор не пошел по пути паралитизации, а углубился в конкретное экспериментальное исследование, и это радует. Наша участь – это эксперимент, я считаю. Здесь можно сделать все в большей или меньшей степени чисто. Поэтому, конечно, я-то думал, что можно расширить этот эксперимент, но теперь вот когда выступался искатель, я думаю, что это начало. В принципе, это тема традиционная для Карагандинского мединститута, и она развивается. Я думаю, что нужно анализировать эти эффекты, так удачно выявленные с помощью биохимических исследований и морфологических, которыми вы прям очевидно гордитесь. Но я думаю, закономерно это. Нужно выявлять предопределенную зависимость от степени измельчения этой пыли. Тут никуда от этого не денешься, и патология будет иной, и следствия другие. Но и потом, я абсолютно согласен с тем, что говорила Лариса Евгеньевна, ведь надо стремиться проанализировать действующее вещество в этой токсической пыли-солевой массе. Потому что вы перечислили практически все элементы, которые встречаются вообще во всей любой пыли, включая обычные соли. И здесь необходимо, я думаю, что данные такие где-то есть, необходимо либо собственные тщательнейшие исследования компонентов и их влияния, либо тщательный анализ имеющихся данных, чтобы выйти на то, а почему, собственно, эта пыль вредна. Далеко не каждая пыль вредна, и вред ее не описывается так жестко. Поэтому это будет иметь какой-то анализ такое проведение наших данных в совокупности с другими, мог бы иметь отношение и к следующим. Поэтому я хочу, чтобы наши соискатели стремились к более серьезному анализу экспериментальных данных. Только поэтому это говорю. На любых данных можно сделать какие-то предположения, постараться их доказать, принципиально. Тем более таких интересных, как сейчас описывают. В целом, работа достойна и отвечает всем критериям присуждения этой степени. Я предлагаю согласиться членам совета с этим. Но мне хочется, чтобы работы подобного рода продолжались и, наконец, было выявлено не более важное звено в этом процессе. Потому что разговоров вокруг проблем Аральского моря несметное количество. А ВОЗ и ныне там. Оно, правда, стало возрастать и, может быть, само закроет эти проблемы. Но пока проблема такая существует. Спасибо. Уважаемые коллеги, но я тоже хочу скажу, что мне понравилось и что, может, немножко не понравилось в работе. Но понравилось в работе как, не знаю, старому или бывавому экспериментатору. Мне понравился самый эксперимент, то есть его дизайн, группы, которые были выделены, количество крыс, затравка, как проводилось. То есть все это очень подробно расписано. Мне понравилось, как провели химические и иммунологические исследования, хотя я не специалист этой области, но я вижу, что они статистически обработаны, получены такие серьезные результаты, которые показывают, что есть действительно статистическая значимость в исследованиях. Хотелось бы, конечно, чтобы понимать, что соль, она разная. Люди из соли делают косметические средства, продают и делают бизнес. Здесь соль, она фактически убивает. То есть разная соль. И что в ней убивает, было бы, конечно, интересно узнать. То есть это какие-то естественным образом сложившиеся компоненты или это все-таки привнесенные человеком компоненты. Здесь уже говорили о том, что это, возможно, соль тяжелый питал, возможно, это какие-то пестициды, которые не обязательно в этой зоне совершаемых полей, они приносятся где-то из кусти рек. Поэтому тут как бы все это накапливается, потом действительно разносятся вверх по всему миру. Но хотелось бы вот здесь обратить внимание на то, что эпидемиологические исследования, они действительно по этой программе, они были многолетние и очень много было вложено сил. Люди там ездили на этих вагончиках, жили, отдышали эти соль. Вложено действительно очень много средств, и я вот с Александром Ильичем согласен, чтобы получить просто такой вывод, что заболеваемость органа дыхания выше показателя зоны контроля, ну как-то вот не совсем укладывается в эту концепцию, потому что вывод, вообще анализ, первая задача посвящена анализу заболеваемости. Вывод как минимум должен был быть на полстрадекциях, потому что, ну, например, что такое среднемноголетний показатель, мне, честно говоря, непонятно. То есть это с какого это времени, да, с прошлого века среднего многолетнего лета, этого века среднего многолетнего показателя. Вот. Что такое выше зоны контроля? Есть определенные цифры, то есть во сколько раз, на сколько в промилле, я не знаю, там. Они статистически значимы, эти отличия, или это нет. Потом зона контроля, ну, понятно, что это не горы Швейцарии, что это жаркейский регион Казахстана, то есть, ну, можно было как-то это в выводе, эту зону контроля указать. Опять же, вот наибольшая заболеваемость в таком-то, таком-то регионе. Что такое наибольшая заболеваемость? Ну, опять же, цифры же существуют. Эти цифры можно указывать в выводе, что такое наибольшая заболеваемость, чем она отличается, например, на других регионах, по сколько раз. Вот. Ну, и тоже, хотя бы, вот во втором выводе он больше напоминает описание какого-то одного случая. То есть, взяли одну крысу и описали мифологию органов дыхания. Хотелось бы там видеть сравнение с контрольной группой. Существуют какие-то значимые изменения по сравнению с контрольной группой или для чего тогда эта контрольная группа бралась у меня в профилактических исследованиях. Потом, ведь у всех крыс одинаковые изменения вы, наверное, нашли бы. То есть, у какой-то доли они были более выражены, у какой-то они были менее выражены. Там было у вас несколько групп, то есть, какое-то должно было быть сравнение. Потому что вот этот вывод второй, это просто вот можно получить по описанию одной крысы. То есть, взять, исследовать и описать. Вот такие-таки изменения произошли. Вот. Поэтому здесь, конечно, нас всегда учат и мы учат, чтобы выводы были аргументированы, чтобы они соответствовали задачам. Они соответствуют задачам, но хотелось бы, конечно, чтобы вывода была прочая аргументация. Я понимаю, что все это есть диссертации, что все это расписано. Но все-таки вывод, он говорит как раз, такое короткое содержание из того, что сделано. То есть, по нему мы судим о том, что вообще сделано и какой объем от вас здесь. Поэтому, конечно, на будущем хотелось бы, чтобы выводы были более аргументированы, цифрового выражения. Спасибо. Если желающих больше выступить нет, хотелось бы резюмировать, что на самом деле, конечно же, работа проведена очень большая. И это одна из таких работ, которая укладывается в общую концепцию по изучению влияния различного рода пыли, в том числе, это были полинеталлические пыли, угольная пыль, в данном случае это солепылевые аэрозоли и влияние их на органы дыхания и на системном уровне. Но для отработок проведена довольно большая. И вот Александр Евгеньевич хорошо, как мне кажется, обрисовали выигрышные какие-то моменты данной работы. Спасибо Анурову Генчу за ценные замечания по данной работе. И мне кажется, что сейчас по данной завершенной работе мы могли уже приступить к процедуре голосования. Для проведения процедуры голосования я предлагаю избирать счетную комиссию в следующем составе. Профессор Лофицкий, Сергей Викторович, Сергей Викторович, Сергей Викторович и Турганов Макмонтович. Кто за данный вопрос? Спасибо. Объявляется. По хирургу в основе с группой? Три хирурга. Три хирурга. Три хирурга. Три хирурга. Три хирурга, что ли? Не обещаю. Мы постараемся. Мы постараемся. Да я не знаю, посчитайте. Три хирурга. Как назначать? Да. Три хирурга. Не знаю, как они вообще почитать. Три хирурга. Три хирурга. Спасибо. 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 Добро пожаловать. 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 Спасибо вам большое. Добро пожаловать. 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 Добро пожаловать.